Начинаем пресс-конференцию организаторов конкурса Хакатона, который пройдет 13-14 февраля в Харькове. Спикеры Антон Кулик, координатор проекта, Дарья Седых, локальный организатор этого проекта и Елена Петрова, локальный организатор проекта. Первый спикер Антон Кулик, мы попросим вам рассказать в целом о проекте, о том, что он предполагает. 13-14 февраля в Харькове пройдет Хакатон по открытым и большим данным. Мы приглашаем к участию всех, кому интересны открытые и большие данные, IT-экспертов, разработчиков программного обеспечения, дизайнеров, проектировщиков, в общем, всех желающих. Это не столько Хакатон, сколько финальный отбор, финальный этап отбора в инкубатор проектов на больших и открытых данных 1991. То есть лучшие команды в регионе и также во Львове, Днепропетровске и Одессе попадут на программу инкубации на два месяца в инкубатор 1991 в Киеве. Вот смотрите, просто сейчас прозвучал определенный набор терминов и вероятно, что не все люди с ними знакомы. Объясните, пожалуйста, открытые данные, понятно, в принципе, большие данные, что это такое? Большие данные – это просто совокупность данных большого размера, которые трудно обрабатывать классическими, допустим, алгоритмами обработки данных. И для этого используется специальный подход. И, по сути, в компьютерных науках есть просто отдельная отрасль, которая называется big data, большие данные. Если есть необходимость объяснить, что такое открытые данные конкретнее, есть необходимость? Есть. Смотрите, открытые данные берутся откуда? Государственные структуры, муниципальные, в ходе своей работы в любом из секторов, будь то энергетика, агросектор, инфраструктура и так далее, свою работу оценивают показательно. То есть они копят статистические данные и на их основе делают прогнозы для работы, какие-то выводы и так далее. В других государствах эти данные, как правило, открыты для общественности и каждый имеет к ним доступ. В Украине пока что открыты не все данные, но та же организация Social Boost, которая занимается организацией Hackathon 1991 и является основателем инкубатора 1991, активно открывает эти данные на сайте data.gov.ua. Почему открытые данные в принципе важны? На основе открытых данных можно, анализируя открытые данные, можно создавать новые бизнесы, проекты, стартапы, как, например, допустим, в Украине есть проект, который называется Donor.ua. Благодаря тому, что он имеет доступ к базам доноров и реципиентов по всей Украине, был построен интернет-сервис, который легким образом позволяет искать кровь, допустим. В Америке таких сервисов еще больше, от каких-то серьезных B2B решений, например, для промышленности, которые используют открытые данные, до приложений, например, локальных, городских, как, например, Don't Eat At. Это нью-йоркское приложение, которое, имея доступ к информации о ресторанах и проверках общепита, когда вы приходите в ресторан, отправляют вам смс-ку о том, например, сколько в этом ресторане человек там отравилось. И вы таким образом можете понять, хотите вы здесь завтракать или не хотите, и предлагает там, например, какой-то подходящий ресторан поблизости. Таких проектов еще больше. В Украине, например, есть проекты КСМИ, который занимается контролем энергопотребления в доме и предоставляет рекомендации по распоряжениям энергии в рамках быта. И он также использует открытые данные. Я могу добавить, что открытые данные – это данные, которые в машиночитаемом формате, которые можно использовать для создания на них приложений с помощью компьютерных технологий. И выведение это в виде систем, приложений, программ, которые помогают как государству, так и бизнесу работать более эффективно, достигать поставленной предстоящей цели. Кому это еще может быть нужно? В принципе, в Европе достаточно активно используют открытые данные журналисты, потому что данные, они собираются, скажем так, это статистика, наше управление статистики собирает данные практически обо всем на свете, и демографическую статистику, и статистику по заболеваниям и так далее. Поэтому можно прогнозировать будущее развития как страны, так и региона, выбирать наиболее приоритетные направления развития, даже предотвращать социальные конфликты. Что касается бизнеса, для бизнеса тут очень широкий спектр возможностей. К сожалению, в Украине он еще не реализован, практически никто еще не умеет работать с такими данными, поэтому сложно оценить их ценность. Только в прошлом году был принят закон об открытых данных о том, что до апреля, если я не ошибаюсь, ну в любом случае весной 2016 года, должны быть открыты более 330 различных наборов государственных данных. В основном это, конечно, именно государственные данные, не локальные, не муниципальные, но на уровне местного самоуправления также есть огромное количество данных, которые можно использовать для местных локальных бизнесов. И задача нашего хакатона, в том числе, который пройдет на следующей неделе, вернее на этой неделе в выходные, это показать возможности и, наверное, даже начать формировать спрос на подобные данные, на подобные приложения. Есть необходимость нести ясность, что значит хакатон? Хакатон – это формат событий, пришедший нам из IT-компаний, и его суть заключается в том, что в очень короткие сроки, как правило, это 24 или 48 часов, то есть в Америке это как было, группа разработчиков оставались после работы на ночь, и вот в течение всего этого времени разрабатывали какую-то идею и создавали первый рабочий прототип. То есть он мог быть самым неудобным, самым некрасивым, но он в первую очередь выполнял свою задачу. После этого хакатоны, в принципе, перекочевали во весь мир, и сейчас мы можем наблюдать хакатоны снова же, как и… То есть это хакатоны по программному обеспечению интернет-сервисом, также есть уже хакатоны и по робототехнике, и по энергетике, и хакатоны для журналистов, и для дизайнеров, и для детей, и все что угодно. Но суть в том, что это ограниченные, это, как правило, опять же, 48 часов, и суть в том, что участники должны создать прототип какой-либо идеи, с которой они либо придут на хакатон, либо которую они уже на нем придумают в рамках, например, дискуссии в первый день. Давайте вот после такого отличного ликбеза перейдем уже непосредственно к тому, чему будет посвящен ваш хакатон, как это будет работать и что из этого должно получиться. Я продолжу по поводу регламента нашего хакатона. Он будет проходить в Харькове, в образовательном хабе «Спалах» 13-14 февраля, это суббота и воскресенье. В субботу, 13 февраля команды будут формироваться. В хакатоне могут участвовать как сформировавшиеся команды, которые подаются на проекты, так и специалисты в разных областях. Это маркетологи, это IT-специалисты, безусловно, это юристы, которые могут работать с открытыми данными, которых нет в своих команд, но хотели бы принять участие в определенном проекте. В субботу команды формируются, им дается техническое задание, разбираются в правилах хакатона и дальше работают в группах, в модулях. Предусмотрено 4 работы в группах, 4 модуля, 3 будет в первый день и во второй день продолжение. Во второй день, в воскресенье, будет две презентации. Первая презентация будет для жюри, она будет проходить в 14.30. Вторая презентация будет публичная для гостей хакатона, для прессы, для всех желающих послушать наработки команд. Она будет проходить в 18.00 и в 19.00 будет награждение победителей. Команды победителей уедут на инкубационный период в инкубатор в Киев на месяц с февраля по конец марта в инкубатор 1991, в котором они будут доводить свои прототипы, свои проекты до завершающего этапа, до того момента, когда они могут выходить в мир, то есть они могут быть использованы. Да, то есть командным победителям будет предоставлено в рамках программы инкубации доступ к менторам и экспертам в разных направлениях, от дизайна интерфейсов и пользовательского взаимодействия до бизнес-процессов, до технологий и так далее. Также офис в центре Киева со всеми удобствами, офис А-класса, также помощь с поддержкой от государства и помощь в привлечении финансирования. И хотелось бы остановиться на темах, которые, на темах проектах, которые можно подавать, которые будут, подавать можно любые проекты, но приоритет будет отдаваться следующим направлением. Это энергоэффективность, это государственные услуги, различные сервисы смарт-сити умного города, это работа в основном с коммунальными данными, и агросектор. Есть ли у кого-то вопросы? Когда формируются вопросы, я бы хотела еще сделать акцент на социальной значимости данного проекта, данного инкубатора и, в принципе, работы с открытыми данными. Любые данные, которые открываются, любые государственные данные, которые открываются, они повышают прозрачность управления государством. В принципе, это создает возможность снижения коррупционной составляющей в ряде услуг, в ряде направлений. За последние два года мы видим очень большую активность граждан Украины, как просто граждан, так и бизнеса. И в данном случае очень много людей хотят приобщиться к созданию чего-то нового, построению новой страны, внесению изменений в то, что у нас было на протяжении более чем 20 лет. И мы видим это проявление такого стремления, как в помощи армии, в ВППЛ, а также и, например, в таких проектах, как iGo4QA, проект по автоматизации государственных услуг. В данном случае это еще одно направление, где каждый может принять участие в каких-то реальных проектах и действительно изменить ситуацию в стране или в своем населенном пункте к лучшему. Дополняя Елену, с другой стороны, можно посмотреть на социальную значимость этого проекта. С одной стороны, эти сервисы будут полезны для государства, для облегчения нашей социальной жизни. С другой стороны, есть запросы от стартап-движения Харькова. Например, на прошлой неделе в Харькове проходил стартап Europe Week. Это всеевропейская неделя стартапов, которая впервые проходила в Украине и проводилась в нашем городе. Организаторы сделали четыре тематических воркшопа. Первый был посвящен созданию и ведению бизнеса в Украине и выход на европейские рынки, применению европейских практик. Второй воркшоп был посвящен созданию стартап-движения в сфере литературы и СМИ. Третий воркшоп в сфере креативной экономики. И последний в IT-сфере. На каждом мероприятии было порядка 50 участников. Причем это не просто люди, которые пришли послушать, а действительно желающие создавать свой бизнес. И такое направление, как работа с большими данными, работа в сфере государства частного партнерства, до этого, может быть, не слишком просматривалось. Но, тем не менее, как отметили мои коллеги, это направление приоритетное. И с учетом того, что есть энергия запроса от команд стартап-движения Харькова и возможность работать в этой индустрии, мы считаем, что такой хакатон и, в принципе, такие проекты будут очень релевантны для нашего города. Да, и, по сути, в силу того, что открытые данные и реестры были закрыты на протяжении уже более чем 20 лет и начали открываться только с прошлого года, точнее, с этого в прошлом году был принят закон об открытых данных, сейчас в Украине формируется, по сути, огромный рынок экономический, который построен на открытых и больших данных. То есть те данные, которые в течение этого года и далее будут открыты, позволят создать тысячи и десятки тысяч разнообразных интернет-сервисов, бизнесов, стартапов и так далее. Появились ли у кого-то вопросы? Могли бы рассказать, есть ли какие-то критерии по отбору участников, есть ли какие-то ограничения и сколько уже заявок поступило? Отвечаю на вопрос. Спасибо. Уже зарегистрировалось 8 сформированных команд, это в Харькове, и порядка 10 свободных участников, которые либо сформируют свою команду вокруг новой идеи, либо присоединятся к одной из существующих команд. Относительно критерия отбора, критерии отбора, по сути, как на любом хакатоне, в первую очередь нужно показать рабочий прототип приложения. То есть если у вас есть хорошая идея, но приложение не работает, то это является существенным недочетом. Более того, проект должен решать существенную проблему, государственную или общественную, и, конечно же, должен опираться на открытые или большие данные и использовать технологические решения. До 9 числа, до среды, включительно, да, наверное, включительно еще можно подавать проекты, даже если у вас нет команд. Мы призываем представителей бизнеса, общественников, представителей общественных организаций, представителей государственных органов, в том числе и особенно их, подавать свои проекты, которые они хотели бы, чтобы были реализованы. Если на данный момент таких данных для того, чтобы реализовать эти идеи, нету, то организаторы, киевские организаторы, при поддержке премьер-министра, кабинета министров Украины, они постараются получить эти наборы данных, пусть это будут государственные или муниципальные данные. А что ждет финалистов после этого инкубатора, который будет длиться целый месяц, чтобы потом? Ну, во-первых, они в течение программы инкубации смогут взглянуть заново на свой проект, получить обратную связь от экспертов в бизнесе и технологиях, проверить спрос, вступив в диалог с государственными службами, и в итоге, в случае успеха, получить финансирование. Есть ли еще вопросы? Вопрос от кого, да? Дело в том, что в инкубаторе, в работе этого инкубатора будут принимать участие также бизнес-ангелы, будут принимать участие инвесторы, то есть компания будет достаточно широкая, поэтому проекты будут выноситься на обозрение тех, кто может внести инвестиции. Если я правильно понимаю, пока никаких конкретных сумм на воплощение проектов в жизнь нет у организаторов? Сложно ответить на этот вопрос, он, возможно, требует уточнения, однако конкретная сумма вложений обсуждается непосредственно с проектом и с основателями проектов. То есть есть, ну не опасность, а вариант того, что победитель инкубатора с дорогостоящим проектом своим может пролететь, мягко выражаясь, мимо, потому что инвесторы не соберут определенную сумму. Это не конкурс проектов, когда есть, допустим, какая-то организация донат, которая дает деньги, и она ищет под себя проект. Тут другая система. Тут есть сначала проект, и под проект ищется финансирование. Это нормальная экосистема создания бизнеса. Когда есть идеи, под идею ищутся финансы. После хакатона в инкубаторах обычно проблем с финансированием нет, поэтому вариант того, что стоящий проект не найдет инвестора, не рассматривается. Рассматривается вариант, что проект не сможет стать таким, который заинтересует инвестора. Но тогда нет смысла и вкладывать в этот проект, если он не сможет пройти тест во время этого инкубаторного периода, в этом ценность. У меня вопрос еще один. Кто занимается в итоге поиском денег под проект? Этих людей, авторов проекта, их обучат в инкубаторе, в том числе и искать деньги, или как-то по-другому это работает? Получается, с помощью привлечения финансирования помогает организация Social Boost, которая является организатором, создавший инкубатор 1991. Плюс среди партнеров инкубатора есть венчурный фонд, который выделил грант на создание инкубатора, и который, возможно, будет финансировать эти проекты. То есть, в принципе, участники получают доступ к диалогу с венчурным фондом, и инкубатор помогает привлечь финансирование по своим контактам, например, в других венчурных фондах, ангельские инвестиции и так далее. И по поводу финансирования, команды, когда пребывают на консульном периоде в Киеве, им оплачивается, но они проживают в Киеве и работают при помощи финансирования инкубатора. То есть, это тоже весомый аргумент в пользу того, что, скорее всего, с проблемой с финансированием не будет. И еще один вопрос, если у нас с вами тут ликбез переключился. Ангельские инвестиции, ангелы бизнеса, что это такое? Ангельские инвестиции предоставляют инвесторы ангелы. По сути, это частные лица, которые не обязательно должны принадлежать какому-то венчурному фонду, но которые занимаются инвестированием по личным причинам. И они могут выделять небольшие инвестиции под проекты. Обычно это очень распространенная практика в Европе, в том числе и в других странах, скажем, не европейских. В Украине это относительно новая тенденция. И бизнес ангел помогает не только с финансированием, но и с продвижением этого проекта. Он помогает разработчикам, авторам проекта и с маркетингом, и с валидацией идей. Ну и, в принципе, оказывает всестороннюю поддержку. Обычно бизнес ангел не претендует на процент от выгоревшего проекта. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Тогда будем заканчивать. Спасибо вам и удачной вам реализации проекта. Большое спасибо. Спасибо.